Добрый день, дорогие участники фестиваля конкурса Golden Time. Я Ольга Дамович Базилия и рада приветствовать вас. Я, как всегда, поздравляю победителей, а всем остальным участникам желаю больших творческих успехов. Итак, конкурс был большой, было много участников, много категорий. Вот в категории «Академический вокал» могу выделить Гусейнова среди детской категории. Могу выделить Шубчук, ну это настоящая профессиональная певица, и, конечно, я очень порадовалась таким видео. Среди молодых людей можно, в молодой юной категории, следующий уже уровень, можно выделить молодого человека Вогман. Очень неплохое в исполнении Москаль. И Маркова. Совершенно замечательная композиция с хорошей сценкой, игрой, с пониманием. Спасибо большое. Следующая возрастная группа от 11 до 14 – Фёдорова. В группе от 15 до 17 – Костирко и Григорьева. В группе от 18 до 24 – Балашова. В группе от 31 до 50 – Ганихарова. И, ну вот тут, извините, может быть, неправильно призываю, Барт или Борт. Большое спасибо. Очень хорошее, качественное исполнение. В джаз-вокале опять-таки Григорьева и опять-таки Барт. Шантибай. Шантубай, простите, пожалуйста. Маэстренко – это уже сонграйтер. И Андриенко. Хороший был очень прибалтийский ансамбль Вовель. И славные хоровые коллективы из Грузии. Поздравляю вас всех. Хотела бы пожелать всем дальнейших успехов, естественно. И большая просьба, когда вы записываете видео. Представьте, что это музыкальный концерт, выступление, да. Поэтому допивайте песню до конца. Не присылайте нам какие-то кусочки из песен. Если вы хотите сделать попури, то тут тоже нужно очень внимательно понять, в какую категорию вы себя записываете. Я думаю, что это надо выяснить. Потому что если вы поете много песен, то есть попури – это одно, а сольное исполнение – это немножечко другое, да. То есть очень сложно будет оценивать и сравнивать вас с другими исполнителями. Далее. При записи видео, пожалуйста, чтобы вас было хорошо видно. Я понимаю, что иногда есть видео с концертов, когда неудачный ракурс оператора, там невозможно подойти и так далее. Это я понимаю. Но если вы дома записываете себя или где-то в каком-то помещении, пожалуйста, пусть вас будет хорошо видно и хорошо слышно. Сейчас простыми способами, довольно дешево можно добиться неплохой записи. Можно увеличить через программки музыкальные, которые есть в интернете, громкость фонограммы, маленький микрофон, если вам это необходимо. Но, пожалуйста, старайтесь отнестись к конкурсу чуть-чуть посерьезнее. Не просто вот на коленках записал какую-то запись и отправил, «Алё, мы ищем таланты». Именно потому, что уровень конкурса очень сильно вырос за эти годы. То есть сейчас люди присылают мне, вот я вам называла, профессиональные записи. Очень много качественных любителей, которые поют на уровне профессионалов. И поэтому запись, сделанная как-то там, непонятно как, с какого-то угла взято, где-то далеко что-то снято, оно, к сожалению, не имеет того веса, как хорошо сделано даже в домашних условиях запись. Ну, подготовьтесь, отнеситесь просто с большим уважением, на мой взгляд, к самому конкурсу, к нам, к жюри и к вам самим. То есть если вы хотите получить диплом артиста, то тогда нужно, соответственно, сделать и какой-то образ. Ну, это, опять-таки, не ко всем относится. Тот, к кому относится, я думаю, меня поймёт. Спасибо ещё раз всем большое. Я вас обнимаю. И большой привет из Лондона.